Здравствуйте! Представляю вашему вниманию важнейшие темы арктической повестки недели с 28 февраля по 4 марта 2022 года. На Красноярском экономическом форуме обсудили перспективы развития Сибири. В гибридном формате состоялся 18-й Красноярский экономический форум, одна из наиболее значимых ежегодных экономических конференций в России, проходящих на региональном уровне. Ключевая тема форума нынешнего года – Сибирь. Экономика будущего. Эксперты обсудили переход СФО к новому качеству жизни, изменение политики государства с учетом возникающих запросов общества, а также возможность преобразования Сибири в мировой зеленый регион. Ученые представили результаты мониторинга водных объектов Ямала. Сотрудники научного центра изучения Арктики представили итоги работ по изучению водных объектов Ямала. В 2021 году ученые обследовали 30 участков, расположенных вдоль береговых линий и водоохранных зон общей протяженностью порядка 100 км. Цель мониторинга – выявление и прогнозирование процессов, определяющих качество и состояние воды в реках и озерах регионов. Результаты, полученные в ходе обследования, станут основой для выработки решений по уборке прибрежных территорий. Оператор Северного потока-2 увольняет сотрудников, но продолжает работать. Компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированный в Швейцарии оператор проекта Северный поток-2, сообщил о сокращении сотрудников вследствие развития геополитической ситуации, наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США САНД. При этом компания опровергает сообщение о начале процедуры банкротства. Согласно ранее озвученным планам, в газопровод должен был поступить газ из трубопроводной системы «Ямал-Европа». Ресурсное обеспечение проекта должны были осуществлять два арктических месторождения, расположенные на Ямале. Правительство предоставит господдержку каботажным рейсам на Севморпути. Правительство РФ запустит механизм субсидирования каботажных перевозок на Севморпути в течение 2022 года. Для его апробации планируется осуществить не менее двух рейсов между северо-западными и давленно-восточными портами страны. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 500 млн. рублей. Проект постановления об утверждении правил субсидирования уже внесен в правительство. Эквинор и БП выходят из совместных проектов с Роснефтью. Британский нефтегазовый гигант БП объявил о намерении продать свою долю Роснефтью. Следом о своем выходе из проектов в России, осуществляемых совместно с госкомпанией Роснефть, сообщила норвежская государственная корпорация Эквинор. Данное решение продиктовано политической спецификой момента, подчеркивает взребежные компании. Спасибо за внимание.